Микрорайон Чкаловский. Жители многоквартирных домов 9, 10 и 11 по улице Бахчеванджи в воскресенье вышли на собрание обсудить дальнейшую судьбу гаражей ракушек, полторы сотни которых занимают территорию их дворов. Местный депутат городского совета Галина Чмыхова инициировала встречу с главой Щелковского района Алексеем Валовым. В конце 90-х металлические тенты и укрытия разрешил установить начальник Чкаловского гарнизона. Теперь же закон о благоустройстве в Московской области однозначно запрещает наличие подобных некапитальных сооружений на муниципальной земле. С 15-го года демонтаж ракушек по решениям суда ведется и в Щелковском районе. Из 20 тысяч осталось 17,5. И хотя, как мы сами убедились, большинство ракушек на улице Бахчеванджи не используется по назначению, некоторые жители выступают против их сноса. Алексей Валов постарался объяснить, что демонтаж металлических тентов и укрытий улучшает эстетический облик дворов, обеспечивает безопасность. В то же время власти понимают, что жителям плотной городской застройки необходимы парковочные места для транспорта. Наша задача не навредить, а найти такое решение, которое помогло бы и ваши здесь интересы поддержать и навести порядок. Вот другой мысли нет. Поэтому создавать, пожалуйста, инициативную группу. Начинаем работать с инициативной группой. Районные власти рассмотрят все варианты. Это может быть или устройство открытой парковки, или создание гаражного кооператива на законно отведенном под эти цели земельном участке. Специалистам предстоит изучить расположение подземных коммуникаций для определения возможности возведения капитальных строений. Предмет спора – гаражи и ракушки. С одной стороны, они объявлены вне закона и подлежат демонтажу. С другой – людям надо где-то ставить свои личные автомобили. По итогам встречи с жителями улицы Бахчаманджи администрация района будет искать компромиссные решения. Мне кажется, очень важно выходить к людям и объяснять правовую позицию дальнейших действий. Не самодурскую чиновничью, а именно правовую и направленную на улучшение качества жизни людей на этой территории. Мы ждем решения судов, и после этого поедем к людям, объясним, что есть решение судов. Но есть выход из создавшегося положения для того, чтобы ваши интересы не пострадали. В ходе выезда в микрорайон Чкаловский Алексей Валов ознакомился с ходом работ по благоустройству. В дворе дома 2 по улице Стефановского ведется устройство тротуара. Двор дома 16 по улице Ленина вошел в программу комплексного благоустройства дворовых территорий и преображается полностью. От строительства новой детской игровой площадки до асфальтирования пешеходных дорожек и озеленения территории. Глава потребовала пилить сухие ветки деревьев вокруг детской площадки. В целом отметил, что темпы работ уверенные, качества удовлетворительные, выявленные недостатки исправляются. Я думаю, что уважаемые коллеги, которых мы постоянно профилактируем в наших совещаниях, делают выводы и все-таки усилят и увеличат темпы, чтобы в Дню Города все эти работы были выполнены. Алексей Валов также проверил качество ремонта подъездов, которые в рамках губернаторской программы проводят управляющие компании по всему Щелковскому району. Около трети всех подъездов уже сданы. Ирина Микеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щелково.